Пелея пеперамиевидная – уход в домашних условиях. Выбор декоративных растений поражает своим многообразием, позволяя сделать желаемый акцент в оформлении жилого пространства. Особое место занимают пелеи, отличающиеся множеством сортов, внешним видом, а также простым уходом. Одним из ярких представителей этого рода является пелея пеперамиевидная. О том, как выглядит это растение и как ухаживать за ним в домашних условиях, ниже. Описание растения Пеперамиевидная пелея является одним из популярных представителей своего рода. В естественных условиях климата России не произрастает. Ее выращивают в качестве декоративного комнатного растения. Широкую популярность это растение получило благодаря внешнему виду листовых пластин. Внешний вид пелея пеперамиевидны к сведению. Кроме эстетичного вида пелея обладает полезными свойствами. Существует мнение, что это растение способно улучшить энергетику дома, а также снизить уровень тревожности в семье. В любом случае те, кто хотя бы один раз увидит пелею, не смогут остаться к ней равнодушным. Внешний вид пеперамиевидна пелея пелея пеперами. Оидос имеет вид небольшого кустарника высотой до 50-55 см. Стебель достаточно хрупкий, отличается высокими темпами роста. Его верхушка переходит в несколько побегов, образуя пышную крону шаровидной формы. Листовая пластина пелея круглая и мясистая, крепится к стеблю тонкой длинной ножкой. Ее поверхность глянцевая с легким блеском. Молодые листья светло-зеленого цвета. В процессе роста они темнеют. Бледно-красные мелкие цветки собраны в небольшие грозди. Цветение пелея история появления в природе это растение встречается в Китае и Индии, предпочитая плодородные почвы и горную местность. Пелея хорошо переносит условия засухи, однако лучшим условием ее произрастания является насыщенный торфом грунт. В качестве комнатного растения пеперами видная пелея стала выращиваться относительно недавно. В страны Европы она была завезена в середине 20 века и со временем распространилась далее. В быту ее часто называют японским или китайским денежным деревом. Особенности ухода. При выращивании пелея пеперами видный уход в домашних условиях достаточно прост, поскольку растение известно своей неприхотливостью. Чтобы оно чувствовало себя комфортно, достаточно создать комфортные условия. Температура оптимальной температуры для произрастания пелея считается диапазон 23-26 градусов. Однако пеперами видная пелея может расти при 10 градусах с условием отсутствия сквозняков. Освещение пелея плохо переносит прямые солнечные лучи, поэтому место для ее произрастания должно быть слегка затенено. Оптимальным вариантом станет рассеянный свет, поэтому горшки с растением часто помещают в западной или восточной стороны. В летние месяцы можно горшки с цветком выносить на лоджию или улицу, где также лучше выбрать не солнечное место. Зимой растение, напротив, должно получать достаточное количество света, так как недостаток приведет к смене окраса листьев. Полив весной и летом поливать пелею следует по мере высыхания верхнего слоя почвы. Использовать для полива лучше отстоянную воду. Зимой же процедура увлажнения проводится спустя 2-3 дня после высыхания верхнего слоя грунта. Растение лучше переносит засуху, нежели чрезмерную влажность, которая негативно сказывается на его декоративном виде. Полив пелей пеперами видно опрыскивание комнатное пелея предпочитает высокую влажность воздуха, поэтому уход за ней заключается в контроле этого показателя. Обратите внимание, брызгать на растение из пульверизатора не рекомендуется, от этого оно может утратить свой декоративный вид. Влажность пеперами видно пелея предпочитает высокую влажность, которой можно добиться современными увлажнителями воздуха. Также для повышения этого показателя рекомендуется поставить недалеко от горшка емкость с водой. Грунт в природных условиях цветок предпочитает произрастать на плодородных почвах, поэтому и при выращивании дома следует воззаботиться о составе грунта. Он должен содержать большое количество питательных веществ и микроэлементов. Свой выбор можно остановить на готовых составах или сделать почвозмесь самостоятельно. В последнем варианте понадобятся следующие компоненты – две части перегноя, две части листовой земли, одна часть речного песка, одна часть орфа. Подкормки удобрения грунта требуются в зависимости от времени года, весной и летом. Внесение удобрений совершается один раз в неделю. Осенью и зимой удобрять растения следует не чаще одного раза в месяц. В качестве подкормки могут использоваться комплексные минеральные составы, предназначенные для комнатных растений. Уход за пилей зимой данный сорт хорошо переносит зиму и может произрастать при температуре воздуха до 10 градусов. Если растение организовать такие условия, то летом оно зацветет. Так как цветение у этого сорта не ценится, то на зиму лишь сокращается полив и внесение подкормки. Период цветения у всех сортов пилей, включая пеперами, видно, цветение происходит не чаще одного раза в год. Если обильное цветение приходится на летние месяцы, то отдельные цветки в воздушных листьях могут появляться круглый год. На фоне пестрых листьев маленькие соцветия тяжело заметить. Цветки имеют светло-розовый или кремовый оттенок. Обратите внимание, несмотря на то, что в процессе их возревания тычинки могут на большое расстояние выбрасывать пыльцу, аллергические реакции они не вызывают. Поскольку цветы не представляют никакой декоративной ценности и нередко они удаляются. Это совершается для того, чтобы пиление тратило свои силы на цветение. Обрезка быстрорастущей сорта требует регулярной формирующей обрезки. В ративном случае растение утратит свои декоративные свойства и густую шаровидную крону. Чтобы куст был пышным, рекомендуется производить обречипывание его побегов. Планировать процедуру следует ранней весной, до того как растение приступит к активному росту. Нередко обрезка совмещается с пересадкой. Как размножается пили, размножение пили возможно двумя способами – семенами и черенками. Семенной метод при размножении семенами чаще всего используется покупной материал, поскольку в домашних условиях добиться их возревания крайне сложно. Для посадки подготавливается плоская посуда, которая заполняется равными частями дерновой земли, торфа и песка. Размножение пилей и пеперами видны семена выкладываются равномерно по поверхности, после чего увлажняются с помощью пульверизатора. И накрываются полиэтиленом. Оптимальным местом для проращивания является светлое и теплое помещение. В семенаре пирамид видны белее и прорастают неравномерно, поэтому процесс может затянуться на два месяца. Все это время рекомендуется регулярно снимать полиэтилен, обеспечивая семенам вентиляцию. Полностью его убирают после появления всходов. Важно, когда ростки обретут 3-4 листочка, их пикируют в отдельной емкости. Черенкование наиболее эффективным методом размножения пилей является черенкование. А отростки можно подготавливать круглый год, используя для этого ветви или стебель. Выбранная часть растения нарезается отрезками по 6-7 см, после чего следует этап их укоренения. Для этого можно использовать два состава – емкость с водой, в которой предварительно была растворена таблетка активированного угля, емкость с грунтом. Черенки в грунт должны быть немного заглублены, после чего следует их полив и накрытие полиэтиленом. Такая мини-теплица обеспечивает посадочному материалу необходимые температурные и климатические условия. Когда черенок начнет расти, пленку можно снимать. После укоренения отростков и появления нескольких листьев производится их пересадка на постоянное место. Пересадка Процедуру пересадки рекомендуется проводить ежегодно. Оптимальным временем для этого является вторая половина весны или начало лета. Поскольку у пили небольшая корневая система, для ее посадки подойдут неглубокие горшки высотой 10-12 см. Процедура пересадки пили во время пересадки также можно проводить обрезку. Она заключается в укорачивании побегов на 30%. Если у растения теряется декоративный вид, производится его полное омоложение. Возможные проблемы При неправильном уходе может возникнуть ряд проблем засыхания и опадания листьев. К такому итогу может привести слишком низкая или высокая температура в умещении пятна на листьях. При контакте с прямыми солнечными лучами могут появляться ожоги. Сначала они выглядят как желтые пятна, но со временем обретают бурый оттенок побледнения листьев. Избыток солнечных лучей приводит к осветлению листьев, а при недостатке наблюдается их потемнее увядание листьев. Причиной может стать застой влаги почвы или чрезмерный ее полив. Со временем такие листья становятся практически черными и в скором времени опадают. Вредители паутинных клещ на пелею при высокой температуре и низкой влажности на растения могут появиться следующие вредители паутинных клещ. При его поражении наблюдается появление паутины в междоузлях, а также увядание листовых пластин. На ранних стадиях заражение поможет обработка мыльным раствором, а на поздних препаратах телик трипсы. Заподозрить этих вредителей можно по появлению белых точек на верхней части листа. Внизу уже будут заметны сами насекомые. В борьбе с не неэффективны препараты актеликофитовером щитовка. При поражении щитовки листья пелеи быстро сохнут и опадают. Избавиться от вредителя также помогут инсектициды. Ухаживать за пеперами видной пелеи не составит труда, поэтому она популярна как среди опытных цветоводов, так и среди новичков. А благодаря своему привлекательному виду это растение станет украшением любого интерьера.